здрасте друзья мои сегодня еще раз буду показывать какие голубей туда папа купил у тебя голубей его обманул папа покажи как я купил это вот камиле друг приехал ко мне забирать голубей он заберет и от это да отвезет камеля так значит камень дружище вот пару от старого челя поймаю поставлю поймаю там и покажу нажимаешь и вот квадратный пошел бы туда записывать так значит камень вот смотри вот это с таким шахматным хвостом и так у него сине-желтое кольцо по одному кольцу второе такой ржавенький тоже сине-желтое кольцо это для юсупа у тебя вот такой буренький хвостом пчелочки это с этим 1 гнездки вот с рыжим и две таких рыжавеньких сереньких такие значит твои и от дочки челя и от кофейного голубя вот от того голубя а те двое значит это от правнука кофейного такой черный разрезной а мать от мраморной голубки дочка такая вот так эти темники типа под мрамор идет вот это мать от этой голубки ну а для юсуфа вот она ну папа старый чили черный так что смело гоняйте в общем не бойтесь сейчас еще кое-что там покажем пойдем один и что такое че скажем да да вот смотри вадим же тоже знаешь что у него дочка родилась значит ну тут разницы нет это чаще вот одну выпьешь за это за ребенка а вот это 2 ему отправишь камень смотри вот эта бутылка маленькая это за за здоровье дочку а вот этом вчера горит голубятник капитальную уборку делал говорит все горло ведь сажигали себя в пыли это чтобы горло очищать осмотрение сейчас посадим их и и и и вадим отвезет их курочки наши тоже дед держал да мы тоже продолжаем как бы на паузу наверно поставлю закину их ну чё сидите дурачки пошли мой счастье еще и копчика прямо не а то говорит волгограде копчиков нет с опаской смотрит пошел дикар может даже сейчас копчика зацепим резко пошли пока на пол за поставим попозже друзья мои коробки я уже не раз показывал как надо сделать снизу сено и вот такие дырочки чтобы дышали вадима время передадим через это камень для через вадима привет передать и ветер сильный час 89 метров секунд ветер идет текая пошел конкретно кипитально мелочок вообще маленьких вот такой небольшой ролик вентилятор круглосуточно работает дверь а днем открываю то есть как бы свежий воздух ну порядок то что у меня постоянно вы это видите да но не в этом там буквально через ребят пишет говорит про опять про зимних птенцов дорогие мои запоминайте зимние птенцы это предел голубеводов если человеку удается получить хороших зимних птенцов значит у него все в идеале просто в идеале то есть другого нету понимаете я даже покажу вот вам красный грудь мазана это все ямварские птенцы смотрите в каком состоянии это пескуны которые еще пишут как взрослые голуби вот шейка вот вот они состоянии смотрите как зеленый грудь мазана это декабре который вы прыгнули то есть смотрите просто состоянии комплекция голубей синие это ноябрь там парочка тоже вот ноябрьский вот он ямварский птенец вот он выпрыгнул то есть и при том смотрите птицы яйца птенцы яйца птенцы яйца птицы яйца это еще одно огромное доказательство о состоянии голубей запоминайте зимних птицу я вот недавно был у саши который в чердаке держит голубей маленький такой голубят не да и этот показал что у него даже таком там щели спали все просвечивается ветер зима в него там птенцы то есть это говорит о состоянии здоровье голубей больше ничего если у вас все в идеале по состоянии здоровья если в идеале я просто постоянно это все показываю 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 друзья мои понимаете ну надо чуть-чуть еще головушки мозги находится включить и подумать не в обиду никому сложно получить этих зимних птицов да очень сложно получить можно получить конечно можно получили сейчас очень многие ребята которые прислушивались моим советом у них сейчас полно птицу отличается ли зимние птица от остальных да конечно отличаются потому что весной когда вы получите птенца если с него родитель соскочит ничего страшного с ним не будет а зимой если песку чуть-чуть слабенький пищал до слабенький тут же замерзнуть и сдохнет понимаете то есть и там по эти в природном вот эти пух то что у них зимой бывает жару бывает я все это показывал понимаете как говорится ничего лишнего это реально вот это так вы можете этому верить можете не верить это ваша проблема но глупо было бы более тысячи там тысячи сто тысячи двести роликов смотреть каждый божий день когда я показывал состояние это да вот красавчик смотрите каком состоянии недавно я показывал что он еле на ногах стоял то есть по полу показываю песок чем лучше песок потому что малейшие мокрота на песке сразу видно если я увижу точку на земле то есть на полу все мне уже крыши едет надо сидеть часами наблюдать кто из них это да там болеть начал а болеть они могут все вирусы находятся в них то есть в организме все эти вирусы есть нужны только оптимальные эти да там все то условия то есть если есть оптимальные условия все болезни пошла нет оптимальных условиях значит болезни не будет поэтому дорогие мои ну глупо отказаться от земли к лицу и все вот это то что они линяю там они лысые они то другое зимних птенцов не надо получить за счет отопления вот она я постоянно показываю не отопление есть в этом помещении ну она выключена но вы помните мне в старом голубяке я же и потом уделил был вот этот маленький отсек первый год я включил у меня было все нормально птенцы бодренькие здоровые на улице мороза вышли на улице и сразу же у них началась чик-чук поэтому зимой не надо отапливать сильно голубят не надо этого делать все должно быть естественное температура моей голубят не зависит от температуры на улице вот сейчас у меня сколько ну плюс восемь градусов плюс восемь на вода улице около ноля там получается помещение у меня теплые голуби они сами дыши у них тело тоже передают температуру этого достаточно но отказаться от зимних птенцов если есть у вас возможность это просто глупо я понимаю что не получается но не все сразу должно получаться на все это есть нужно терпение нужен отбор 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 еще раз отбор только тогда у вас все это получится но так не бывает я хочу и все и меня будет нет всем удачи ясного неба хороших здоровых голубях чтобы они вас радовали это дочка бессмертный потянет что ты в бок уносит ветер неплохой мне просто во дворе забора как бы глушит ветер наверху хороший ветер ну как вот аганнелли это вот твой зацепляю его все еще 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 покажи халю 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 дописывает вот так друзья мы тут на свободе дверь открыта я нормально все все не снялся с линду мы еще выпустим чтобы она пошла помочь да линда пойдешь помогать но ветер еще давить продавливать не дает все удачи всем вышел от сверху один камнем скину копчика я не вижу где он наверху пасмурно летит конкретный дикарем это я максимально потяну ничего не мешает для гона ничего я там тоже юра вот золоте кавказа пищи это у нас там копчиков у нас там это я беру дорогой это забыл когда ты говорил что там у вас влажность бешеный поэтому вас птица не летит волгограде летит в общем но потом когда я показывал какой влажность волгограде ты помолчал то же самое копчиков в реальности реальности в волгограде намного больше видов хищников и условия сложнее потому что из северного кавказа не вся дикая птица улетает я вот столько время небо показываю нету вообще диких никаких а у вас дорогие мои я уверен полно дразднов полно других там этих которые остаются зимовать у нас волгограде к весне и практически диких голубей дикарей не остается лопчики все выпивают у вас нет везде хорошо где нас нету мать есть такая хорошая поговорка не надо думать что у вас уже он сегодня вот этих голубей которую доход для юсупа лесу тоже он давно как бы держит не знаю его снимали нету там дикарем конкретно идет надо но держит голубей там все бросал ими занимался не ничего там но подходит ведь забирает камил дал из моих полукровок бахвал ведь поднял эти игры час полтора летали копчика нету стоило гид поднять моих постарше песку но через пять минут копчик одного забрал дорогие мои не хищники виновата птицы настолько закровлены настолько вы тогда убитые что они не понимают что такой хищник не знает что делать то же самое про николаевских голубей гает это легкая добыча он игр тихонов вот тянет уже все расслабился игр тихонов луганский гонять николаевских другие в луганске почтарей закрыли боятся потому что копчики щелкает это чё значит николаевские стали круче чем это быстрее чем почтарей да нет просто птица там дерьмо у этого человека хорошая птица он не испортил всего на всего но я уже за замерзнуть как бы не вижу я так она это ты не даст атаки он не будет это долго придется ждать дня в тумане еще есть голубей 1 который я поднял они улезли они удачи всем это показывает говорю всех блага максимально потянул ветер хорошим просто смотрите мах крыла вот я уже наверно раз уже зашел вышел с полчаса наблюдаю с полчаса наблюдаю вот она один раз стала подтянула где он не знаю кто такой ты даже а вот сейчас расслабился и все летит как торпеда вот она опять ослабляется пока голубь не найдет себя безопасное место безопасное место этот голубь этот голубь не имеет права бить если у него с мозгами все в порядке он должен найти но вышли крыши не прыгайте там 16 этажного крыши а вот с такой будки спокойно можете прыгнуть потому что безопасно там опасно то же самое они прекрасно знают сейчас опять по моим поднимается не хочу наблюдать кто так вы не могу понять он пошел опять торпеда смотрите как скорость дает как сапсанчик я очень часто их небе путаю сапсанами если их особенно тех которых хвост выдрыт и они один в один как сапса выглядит небе вот так ладно все я замерз удачи удачи вам витамин здорово свобода понимаете свежий воздух закаленные организм и ничего поэтому птица всегда здоровая исключительно исключительно от этого больше не от чего понимаете надо дать возможность голубя свободы свободы все друзья моя на самом деле замерз у меня даже этот который был из молодых 2 сверху себя скинула риска смотрите чего творяет смотрите полет дорогие мои если хищник не атакует это не говорит о том что его нету или их мало или они просто не могут поэтому не атакует смотрите вот как это песку почему и стоял долго смотрел песку даже от кого не знаю смотрите чего творяет и второе сверху там еще есть наверху он тянет пошел расслабился уже то есть причина то что копья не бьет это не является в том что копчиков нету это является том что голуби готова не шансов не дает им вот стоило расслабиться даже дети уровне взял песку на стоило им там ошибаться вот тут как тут он зацепил вы видели этот ролик я показывал то есть то что если я показываю я ничего не скрывает и мне это не надо вот так видите скинул но не садится еще летаешь по-моему черная головка середина хвоста намечен по-моему то голубка который несется красоту покажешь хотя ветер на птенцах она сейчас над чужими птенцами сидит она опасными росли слоицу без коррупы уже полю что все тут опять наверху вот она но все друзья мои устал хотел узнать кто такой был я узнал всем удачи ну а камиле сису и иисуфа поздравляю радуется гоняйте они заслуживают хотя они должны были приехать ко мне но тут рождение ребенка помешало все плану как говорится мы предполагаем бог располагает что скоро увидимся удачи всем вот он садится это был мраморный еще один еще буксует вот он потихоньку скидывает себя не знаю а ну да должны снимать его вот наверху пасмурно не видно ничего хоро вот так периодически выхожу смотрю за это время падать не падать не знаю вот линда наши моих курей пасет тут да линда или паси ну все теперь точно удачи всем друзья мои но чуть-чуть обманывая вас думал все но это такая дура сейчас себя скинула что очень многие ребята любит эту дурочку и и даже и говорить не надо кто так это вот так как-то они фонарные столбы вышибают пока что верхние вообще там под крышами летают которых не видно по-моему она сейчас опять может вверх уйти себя скинула и опять может вверх уйти а вот стоит стоит дурочка моя дуренькая девочка если вверх уходит она редко когда быстро падает что ее должно помешать чтобы она упала ну и бог пошли они ну все друзья мои не буду дальше хорошие по крайней мере ну вот и двое улетает но наверху есть еще голуби есть потому что первые которые сорвались они сходу поперли я потом не находил сейчас по очереди начинает падать вниз 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 ну ладно все удачи всем потому что оно плохо видно а показать точки не люблю я это сами по себе соскакивать я их даже не трогаю так и так и вот как и дорога ложку к обеду да вот сейчас юсуф позвонил с ним по телефону разговаривает юсуф дорогой скажи что у вас происходит а то горит у нас ведь дагестане такие сапсаны гей что твои голубей 5 секунд перебет у вас будет волгограде плохие я сейчас тоже вот у меня этот вадим приехал забрал голубей и заодно поднял конкретно скидывать как торпеда летать летать начинают а копчиков нету то же самое объясняю я групп копчика нету не из-за того что копчиков не а просто они прекрасно знают что ничего не сделают поэтому они не атакуют вот до людей пока вот это не доходит думает что если у них голуби то всех должно быть это да тут даже помнишь был такой с казани приехал ко мне тоже там забрал ему подарил он там все этот испортил горит голуби get плохие ему там вопрос задают горит слышали но ты гайту гагика было этих голубевым подел сколько они летали ведь какая разница как какая разница ты был у человека у них поднял при тебе сколько летал на 5 на какая разница ниже не летает такой то многие думают что если эти голуби взяли то у них будет все четко ну по тебя ты помнишь ты когда в ю тубе написал камин когда рассказывал про тебя я же тогда спросил я где-то тот человек лишь ты верил да то же самое так то скоро жду скоро жду гости я тогда говорю двери открыты сейчас открыты друзья мои а причина знаешь почему причина знаешь из-за чего но скоро я об этом тоже расскажу причина в том что вся эта птица в одной линии идет в одной крови видео они хороший лед показывают хороший бой показывают а вот со здоровьем и с мозгами у них проблематично вот тут то есть они тебя могут и 10 и 12 часов показывать и стал бы бешеный тянуть но они не понимают что такой копчик потому что вот этот имбридинг долбаный вот это да там ноги ведь мы ничего не берем со стороны поэтому на все чудесно наоборот это хлам вот этого люди еще ну донесу до людей все это ну сейчас короче ты тоже стал врагом номер один как камин дагестане как андрей теперь тебя тоже скажет да да нет конечно будут открыться столько молодых уже начали гонять быть все нормально друзья мои с этим я прощаюсь буду с юсуфом общаться вам удачи вы услышали он тоже гонящий кстати в дагестане который ведь нельзя гонять сходите к нему тоже посмотрите человек тоже покажет удачи всем друзья мои вещи с юсуфом как бы общаюсь по телефону это с окна смотрю вроде была атака вышел на улицу копчика не вижу а голубей больше стало небе это взрослая это там одна первая голубка 1 уже начали раскрываться вот так я когда поднял говорил что часть тумане их не видно да там первые это сейчас показываю чтобы они сверху начинает сыпаться а то многие скажут что он обманывает мне часто играть покажи голубей точки из такой тоже все удачи